Друзья, всем большой привет! Добро пожаловать в новый праздничный блог. Встречаю вас в пижаме в своей новой новогодней. И также хочу сказать, чтобы вы не пугались. У меня немножечко красные такие круги под глазами. Это у меня немножечко кожа привыкает к ретинолу. У нас сегодня с вами интересный день. Я сейчас оденусь и пойду по своим делам. Потом я хочу зайти в Буше взять какао. И сегодня также пойдем вместе покупать упаковку для подарков моему мужу под елку. Так что давайте скорее начинать этот день. Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, друзья, я взяла какао трюфельное. И мы сейчас с вами пойдем за праздничной упаковкой. И сегодня, кстати, я хотела здесь еще купить в Кантате новогодний чай. Мне безумно нравится с апельсином. Не помню, как он называется, но в общем он потрясающий. Он закончится у нас. Я не думала, что в BeFree так много рождественской тематики. Мне напоминает, но если не H&M, то какой-нибудь зарубежный магазин. Кстати, очень приятный принт у пижамки. Да начнется шоппинг. Хочу взять красивую оберточную бумагу с каким-нибудь принтом, более-менее классическим. Типа ромбы, полоска, может быть, рождественская. И, конечно же, бархатные ленты. Я жутко вдохновилась этими вариантами упаковки на Пинтересте. Даже у себя в Телеграм-канале их постила. И также мне нравится, когда на эти бархатные банты еще надевают маленькие колокольчики. Я нашла вот такие, но это не совсем то, что я хочу. Но, возможно, возьму и их, но они какие-то немножко дешево смотрятся. Нашла вот такую упаковку с шишками. Такой классический рисунок. Мне кажется, он будет безумно красиво смотреться. С ярко-красной бордовой бархатной лентой. Буду вот думать насчет этой упаковки. И еще посмотрю какие-нибудь другие. Может быть, еще что-то найду. Мне еще понравилась цветами вот такая. Но она как будто совсем не новогодняя, но тоже очень красиво выглядит. Я зашла в отдел детского творчества. И увидела здесь вот такую интересную секцию с помпонами. Мне кажется, это безумно интересная идея. Положить помпоны в качестве мишуры внутрь подарка. То есть как наполнитель. Я вот думала купить красный. Это так необычно. Я такого нигде не видела. Конечно, есть еще вот такие, но мне цвета не нравятся. Вот были бы они просто красными. Я бы вот такую упаковку взяла. У меня дилемма. Белый вроде как имитирует снег. Белые тоже будут забавно выглядеть в подарке. Вот я думаю, красные или белые. Или может взять и то, и то. Потому что если они вместе замиксовать, то это будет прямо рождественская трость. Белый-красный. Вот вопрос. Возьму, пожалуй, две, а дома определюсь. Да, будет красиво. Представляете, в Леонардо закончились красные и бархатные ленты. Я больше не нашла никакой красивой упаковочной бумаги. Поэтому я иду в другой магазин. Если что, вернусь за первой бумагой. Но вообще, я еще видела на Озоне классные варианты. Там прям были наборы вместе с бумагой, с бархатными лентами, даже с теми самыми бубенчиками. Но они просто стоили по 700 рублей за набор. Я подумала, что я смогу сама найти. Но я не смогла. Друзья пришла в домовой, чтобы докупить две гирлянды. Мишуры такие красивые. С завитушечками, которые у нас с нее висит красные. Но здесь она закончилась. Думаю, вместо нее взять что-то из этого. Мне понравилась вот такая. Они, конечно, супер бюджетно выглядят. Как стоят, так и выглядят. Но я думаю, на елке это будет незаметно. Очень жалко, что те кончились. Может быть, на Озоне, кстати, посмотрю. Вот. И также я пришла, чтобы докупить красные шары. Короче, в домовом пустые полки. Тут были мои бархатные шары, которые мы покупали. Но их здесь уже нет. Вот там вот где-то вдалеке лежит один-единственный. И я думаю, что он вряд ли будет хорошего качества. Хотя он вроде нормальный. Возьму его, он последний. Хотела, называется, шаров докупить. Вообще все распродано. Красных очень мало. Вот эти, кстати, мы тоже в домовом брали. Но тут остались какие-то не очень экземпляры. Да. Вот так. Думаю тогда взять вот такие. Они, конечно, чуть темнее, чем наша елка. Но тоже неплохо. Так разбавить елку, думаю, будет в самый раз. Возьму парочку. Мы еще в тот раз с Сашей видели, что шары висят еще на елках. Я думаю, просто снять с елки пару шаров. Нашла еще на елке вот такой шар. Тоже его беру. Такой вот у меня улов сегодня. Пойду еще раз посмотрю гирлянду. Друзья, хотела вам показать первый подарок, который Саша найдет под елку уже сегодня вечером. И распакует тоже сегодня. Мы уже начали обмениваться предновогодними подарками. Обязательно вам потом покажу. Пока просто покажу, что вот под елкой стоял вот этот подарок. Я его уже распаковала. Но, наверное, уже в следующем видео вообще все вместе покажу, что мне подарил муж на Новый год. Хотела вам показать в итоге, какую я одну из коробочек купила. Вот такая вот прелестная. Тут такой милый снеговичок. Положила внутрь подарок и наполнила все вот такими помпончиками. Вот. Они как бы имитируют снежок. Ну, в общем, не знаю, мне так понравилось, как это все вместе сочетается, выглядит. И вот такой вот подарочек будет ждать его сегодня под елочкой. Друзья, всем большой привет. Прошло несколько дней. Я заказала упаковку Сашей. Мы сейчас с вами будем упаковывать подарки. Я расскажу, что это. Но просто к моменту выхода этого влога они уже будут лежать под елкой. И он их в любом случае увидит. А я вам покажу, как я их запаковывала. Сейчас будет небольшой анпакинг моих покупок с оберточной упаковкой. Собственно, сейчас сходила за посылками. Зацените мой лук. Постоянно, блин, в ней хожу. Первое, что заказала, это вот такой вот набор. Мы сейчас вместе с вами его распакуем. В этом наборе должна быть очень красивая оберточная бумага, а также бархатная лента и несколько бирочек. И также я купила вот такую вот красоту. Собственно, вот такая вот бумага. Мне показалось очень красиво, стильно, в таком вот мужском стиле. И, собственно, в наборе еще бархатная лента с бирочками. И также здесь клейкая лента. На всякий случай оставлю для вас это в описании. Ссылку на этот набор. И также там вообще были еще разные цитаты, но я выбрала самый такой подходящий. И также хочу вам показать коробку, которую я купила. Я специально нашла коробку для подарка, которую я показывала в предыдущем влоге. Саша о нем не знает. Поэтому, пожалуйста, ничего не пишите в комментариях. Я измерила подарок, и для него будет вот такая красивая коробка. Но к выходу этого видео она уже будет лежать под елкой. Будет красивое сочетание подарков. Продолжение следует... Друзья, всем большой привет. Продолжаю влог. Сегодня 16 декабря. Сегодня 16 декабря. У нас сегодня обалденный маршрут. Я его увидела в Рилсе у одной девушки. И решила, что мне просто необходимо съездить по этому маршруту. Мы сейчас с Сашей приехали на очень классную атмосферную американскую заправку в американском стиле. Я почему-то такую никогда раньше не видела. Хотя Саша говорит, что мы мимо нее много раз проезжали. Вот. И после этого мы идем гулять с альпаками. Мы нашли... Ну, точнее, мы нашли Рилс. И там рассказывают, что это за место. Я обязательно оставлю в описании, куда мы поехали. Вот. Так что сегодня будет вот такой вот день интересный. Также мы взяли с собой термос. Сейчас на заправке купим себе с собой в дорогу вкусняшек. И потом после прогулки с альпаками пообедаем в машине. Этот влог выйдет, по-моему, 30 декабря. То есть прямо перед Новым годом. Надеюсь, у вас появится новогоднее настроение. Уже точно. Зацените мой лук, который максимально подходит под эту эстетику. Смотрите, сколько здесь колы всякой разной. Кофеин фри. Первый раз вижу такую колу. Ребята, нашла очень классные печеньки. По крайней мере, выглядят они просто супер. Вот такие вот. Тут есть с висташкой. Мне кажется, это твой размерчик. Ой, это же моя радость. Ты первый раз такую видишь. Мы еще заметили Поки. Мы впервые попробовали его на Бали. Много-много лет назад. И мы очень любим эти угощения. Я думаю, мы тоже возьмем себе. И прикольно еще Орео нашла. Саш, посмотри, какое Орео необычное. Оно двойное. Давай вот это разыграем. Это очень интересно. Я удивляюсь каждому Орео. При этом Орео я не особо беру. Никогда обычно не покупаю, но каждый раз удивляюсь. Мы еще нашли вот такие интересные коробочки Милка. Подарим их детям, наших друзей. Я увидела маленькие нутеллы. Я их в подростковом возрасте просто обожала. И привозила из каждого путешествия. Просто такая ностальгия. Я тут недавно писала в Телеграме пост про золотое яблоко. Так они купили пасту там. Вы представляете? Здесь на заправке есть паста Marvis. И даже красивые всякие наборы для бритья. Но паста Marvis это супер. Поэтому думаю, мы сейчас возьмем. Просто утром обсуждали, что надо купить. Потому что уже все кончилось. Тут даже есть Сашина щетка Акакапа. Наборы Marvis. Очень классная заправка. На подарок вообще классный. Мне кажется, мы сейчас везде опоздаем. Просто потому что рассматриваем эту заправку уже минут 15. Какую ты хочешь пасту? Ну я сделала кольцо. Может новую? Может новую. Решили попробовать кисло-сладкую. Не знаю, что из этого выйдет. Но пусть будет. Саш, тут полка для тебя. Я знаешь, что нашел? Чего? Это, короче, супер дошик с темой, которая разогревает. А, это саморазогревающийся дошик. Да, давай возьмем. Не хочешь, давай возьмем. Я тут радуюсь маленьким нутеллом. Саша саморазогревающемуся дошику. Мы приехали в парк. Называется «Озорные белки». Тут какой-то большой парк. Сюда, наверное, классно с детьми приезжать. Здесь много всяких ватрушек, всякое такое вот. Вход в парк стоит 2,500. Он неограниченного действия. Ты можешь сюда целый день приходить, уходить. Тут всякие ватрушки, какие-то горки. Вот. И также альпаки на территории. Если ты хочешь погулять еще с альпакой именно сам, типа полчаса прям с ней за ручку, то это еще 5,000 рублей за тысячу человека или нет? Нет, просто за прогулку. Ну, во-первых, не хочется напрягать лишний раз животное. Просто хочется на него издалека посмотреть. Просто подойти к вольеру. Вот. Я думаю, нам этого будет достаточно. Ты помнишь, где они куда... Вот они, вон она. Вот она, смотри. Ой, тут альпака. Какая хорошенькая. Давай пойдем купим морковку и покормим ее. Давай. Ай, хорошенький. Спасибо. Привет. У тебя там еще посетители. Давай, давай, давай. Смотри, какой маленький ворожечек. Он не дал второму скушать. Кажется, я... Подожди, да я тебе, тебе. Да куда же ты, ну? Вот этот вообще-то очень-оченький. Ой, а какие-то мы вежливые. Ой, ты хорошенький покой. Да. Сашуль, да остальным тоже дай. Маленький ворожек. Маленький. Маленький. А надо, знаешь, как делать? Надо большому дать. А пока тот жует, быстренько маленький. Слушай, ну это гениально. Так, 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 так. Налетела, братва. Ты щелкаешь-то, давай. Плюнул, да. Он расстроился, что я его не кормлю. Саша пошел кататься с горки. Сейчас я его пойдем встречать. Лезет вот там по лестнице. Ну что-то не скользко. Не получилось. Ну музыка вообще, да, не новогодняя. Да, музыка не новогодняя. Странно, почему нет огонечков. Да, огонечков нет. В общем, рецензия такая. Альпаки, конечно, здорово. Но оказалось, что здесь помимо открытого вольера с альпаками также куча вольеров с птицами. Там еще какие-то еноты белые. Как-то немного грустно, если честно. Мы думали, здесь просто большой вольер с альпаками. Ну то есть это лес, вот они теперь с ними гуляют. То есть они живут как бы как в своей среде обитания. На них просто можно посмотреть. А тут больше как такой типа зоопарк. Контактный. Контактный, да. И как-то вот, не знаю, мы вот такой не поддерживаем. Но очень хотелось посмотреть на альпак. Но мы не знали просто, как функционирует этот парк. И что он из себя представляет. Ёлки-палки. Ребята, мой муж сошел с ума. Господи, хоть бы не убился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я надевала эту шубу, не собиралась. Но самый неудобный лук, который только можно придумывать для катания на ватрушках. Сейчас, кстати, разряется камера, а другие аккумуляторы в машине. Поэтому увидимся с вами через минутку. Мы уже замерзли, идем к машине. Ребята, небольшой отзыв по нашей прогулке с альпаками. Место называется Озарные белки. Находятся они за Сестрорецком, в общем, на севере города, в Ленобласти у нас. Хорошо провели время. Нам понравились альпаки, нам понравились овечки. Мы их покормили, покатались на ватрушках, отморозили себе попы, руки. В общем, мы хорошо провели время. Если вы хотите принципиально только за альпаками, может быть, стоит какие-то еще места в Питере поискать, посмотреть. Потому что здесь немножко не так вайбово, как могло бы быть. Нет новогодней музыки, мало украшений. Ну, то есть парк полупустой. Ну, с детьми хорошо. Да, если у вас есть ребенок, то, наверное, с ним будет хорошо, потому что тут очень много всяких активитис. Веревочный парк, всякие горки, всякие штуки. Если вы просто взрослый, кто хочет эстетичную красивую прогулку а-ля Охтопарк, то под вопросом, как бы, я сразу предупреждаю. Потому что я когда увидела Рилс, там, по-моему, не было отображено вот таких моментов. И мы просто поехали, потому что увидели. Вот, на зельне так оказалось симпатично, как хотелось бы. Но мне очень понравилось кататься на ватрушках. Я сегодня в свитере Айм Клоу в новом. Вы должны были его увидеть в недавнем видео, которое вышло на канале про покупки. Я решила дополнить также образ кепки, потому что, во-первых, очень красивое сочетание цветов. Здесь синий логотип, здесь синий свитер. Кепка это Ральф Лорен пола и шуба. Мне вообще очень нравится, как сочетается кепка с шубой. У меня два антисептика. Один Байреда ветивер и второй суэт замшевый. И я не могу определиться, какой аромат мне нравится больше. Саша почему-то пошел и моет руки снегом. А ветивер тоже безумно классный аромат. Зачем ты помыл руки снегом? Я люблю экстрим. А если серьезно? Серьезно. Ты нужен антисептик? А то еще странный человек. Покажу небольшой unpacking, что мы купили на той классной заправке. Во-первых, мы купили Oreo с персиком. Это какой-то японский или китайский или корейский вариант. Если честно, я не разбираюсь в уроглифах, поэтому я не знаю. Этот мы купили себе на пробу. И также я купила для вас Oreo с персиком и виноградом. Интересный вкус, интересно попробовать. Вот такие печеньки, которые мы сейчас будем есть. Также мы купили коки, которые мы очень любим. И когда видим, то обязательно берем. Огромный доширак самоподогревающийся. Пасту Марвис. И также парочку вот таких вот маленьких коробочек Милка. Сейчас будет unpacking Oreo на фоне того, как жует Саша. Тут по-другому упаковочки выглядят. Вау, пахнет как лимонад персиковый. Очень химозно, но очень вкусно. Очень химозно, но вкусно, да. Тестим. Так вот они выглядят. Фисташка, кстати, не пахнет. Хорошая. Лайк. Да! Такся ли. ouvert. В нем смех. Под제� Reed. Подключитьeller 이런 рейки. Его выросли на пыль. Йооооо Пер gewинуч fois. Хорошая. То это было построено. Продолжение следует... Когда я увидела, я сразу подумала о тебе. Какая прелесть! Спасибо большое! Друзья, продолжаю влог. Я сейчас была с подружкой в достране, мы обменивались новогодними подарками и настроением. Вот и сейчас приехал Саша, и мы пришли на нашу рождественскую ярмарку на Манежной площади в Петербурге. Сейчас вам все поснимаю, покажу. Мне кажется, до этого я ни слова не сказала в этой части влога, потому что было на самом деле не до этого. Саша взял Глиндвейн, я взяла Чурос, очень давно хотела взять их. Не знаю, насколько будут вкусные у нас. Но это вроде как просто пончики, наверное, должно быть вкусно. Но, в общем, Чурос и 100 лет не ела. Попробую. Вкусно. Этот влог выходит в субботу. Мы на новогодней ярмарке, и я надеюсь, у вас после просмотра этого влога точно появится новогоднее праздничное настроение. Настроение Очень хорошее, потому что ярмарка прям классная. У нас первый раз в Петербурге такая классная ярмарка. Большая, с каруселями. Прям обычно у нас минималистичные ярмарки, прям очень маленькие. Единственное, тут очень много еды, практически нет никаких магазинчиков там. Реально каждый вагончик это еда и практически одно и то же. Но все равно, очень-очень советую вам сходить. В этом году что-то прям суперское сделали. Саша случайно заметил вход на какую-то ярмарку с рукоделием, с подарками, с всяким таким. И тут тепло, здесь теплый павильон. Что-то типа барахолки, все в кабеле. Друзья мои, всем большой привет. Я продолжаю этот влог. На самом деле я просто репетирую макияж новогодний. Пытаюсь выбрать, что бы я хотела сделать к своему бордовому платью. И вообще изначально я хотела сделать именно черные стрелки. Даже купила специально подводку и сегодня потренировалась, потому что я тысячу лет не красила себе стрелки. И даже такой камбэк случился. Я вот смотрю на себя в зеркало и понимаю, что я просто смотрю на себя. В 4-5 летней давности, когда я училась в университете, я вообще постоянно красила стрелки. Когда в школе училась, у меня прям все время были черные стрелки. Такой вот у меня макияж сегодня получился с новой подводкой от Clinique. Она там одна единственная. Если вам будет интересно, то посмотрите. Я поняла, что стрелки смотрятся отлично с красной помадой. А у меня платье и так красное, как будто не хотелось сделать просто голливудский вот этот вот макияж. Черная стрелка и красная помада, когда ты уже в красном платье. Сделала сейчас стрелки. Понимаю, что к ним вообще не подходят ни розовые губы, ни розовые щеки. И, скорее всего, буду делать еще какой-то макияж просто в золотисто-блестящих коричневых тонах. И как будто стрелки, если сделать с этим платьем, то хочется убирать волосы. А я хочу быть с укладкой. И как будто хочу сделать что-то более нежное. Макияж в стиле там Charlotte Tilbury. Вот что-то вот в таком роде. Короче, вот. У меня дилемма. Вот поэтому у меня сегодня такой макияж. Мы сегодня с вами собрались, чтобы поговорить про новогодний аромат. Я понимаю, что это видео выходит 30 декабря. И, скорее всего, надо было вам чуть пораньше рассказать про праздничные ароматы. Но впереди еще праздники. Рождество. И вообще январь такой тоже праздничный месяц. Все еще зима от нас никуда не уходит. Ее нужно как-то скрашивать. И я предлагаю вам скрасить этот январь классными новогодними ароматами. Мне не терпится вам рассказать про них. Я, на самом деле, может быть, бы и раньше записала это видео. Но я пользовалась своим Том Фордом просто каждый день. Я влюблена в этот аромат. Я безумно рада, что я его себе приобрела. В общем, я им пользуюсь каждый день. Я им просто наслаждаюсь. И, на самом деле, просто не было желания пользоваться чем-то другим. Но все-таки Новый год. Поэтому начнем с аромата, который оказался безумно праздничным. Который мне очень понравился. Этот аромат называется Winter Palace. От бренда Memo. И он сегодня на мне, он невероятно искрящийся, яркий, праздничный. Сейчас, конечно же, зачитаю вам его пирамиду. Тут и красный чай, апельсин, ваниль, лимон, бергамот, амберг, грейфорд, бобы тонко, лапданум, мускус. В общем, огромная пирамида. И все это делает этот аромат просто праздником во флаконе. Я просто максимально рекомендую вам заказать и этот аромат, и следующий, который я вам покажу после. Это два максимально праздничных аромата. Очень праздничный, при этом свежий аромат. Мне кажется, я его обязательно надену 1 января. Потому что он просто взбодрит. Как-то напомнит о празднике, о волшебной ночи. В общем, очень классный. Мне он безумно понравился. У меня, на самом деле, на фоне еще горит свеча Zara Salt Caramel. Я купила ее на Авито. И я от него в восторге. У меня немного смешались ароматы. Там у меня пахнет какими-то имбирными печеньями, соленой карамелью, сладкой выпечкой рождественской. А здесь цитрусовым волшебным безуми. Мне нравится, что ты здесь улавливаешь запах мандаринов. Но это не моноцитрусовый аромат. Здесь есть многое другое. Возможно, вы даже уловите какие-то брызги шампанского. Зимний дворец. Просто то, что нужно на январь. Следующий, не менее классный аромат. Я, если честно, не могу поделиться, какой из них мне нравится больше. Они оба очень достойные. Это Джо Малон. У меня только есть один полноразмерный аромат бренда Джо Малон. Но при этом Джо Малон я постоянно заказываю в Левантах. Классный бренд. Мне он очень нравится. И в этот раз у меня аромат Starlet, мандарин и хани. Нанесу его, пожалуй, на вторую руку. У меня сегодня просто мандариновая феерия какая-то. У него другое настроение. Он тоже мандариновый. Он тоже искрится. Но он более нежный, более женственный, более спокойный. Я здесь чувствую даже какие-то цветочные ноты. Как будто немного лилии или чего-то такого цветочного. Сейчас вам зачитаю пирамиду и скажу наверняка. На самом деле, фрагрантика показывает только три ингредиента. Это мандарин, мед и бобы тонко. Мне нравится. Более спокойный, умиротворяющий. Но все еще праздничный за счет мандарина и меда. Как по мне, это максимально рождественский такой аромат. Такой легкий, нежный. На старте красивые цитрусы с акцентами горчинки кожурки, которые быстро перетекают в мед. Мед здесь светлый, цветочный, но при этом не приторно-сладкий и не липкий. А даже, я бы сказала, с горчинкой, как от кожурки цитрусовых. Как будто я действительно кожурки больше ощущаю, чем сам мандарин. Эти два аромата очень звонкие, легкие, неприторные. И мне кажется, они чем-то между собой похожи. Собственно, вот такая у меня для вас новогодняя подборка. Притащила для вас еще один от Levante из прошлогоднего бокса топ зимних ароматов. И этот аромат примерно той же тематики, но он уже сладкий, он уже с нотами гурманики и шоколада. Но я вам хочу его показать, потому что тоже невероятно крутой вариант на новогодние праздники. Я думаю, вы будете от него просто в восторге. Это бренд Hermès. И называется этот аромат Elixir de Marivio. Каждый раз у меня с этим проблемы, особенно когда у меня стоит пластинка. Очень вкусный аромат мандаринов в шоколаде. Если для вас предыдущие ароматы слишком цитрусовые и свежие, и вы хотели бы что-то более сладкое на Новый год, то присмотритесь тогда вот к этому аромату, потому что он невероятно уютный. И мне он безумно нравится. Посмотрите, сколько у меня здесь осталось. Я обязательно буду пользоваться в новогодние праздники и, конечно же, его прикончу, потому что он просто супер. Друзья, напоминаю, что эти отливанки я беру на сайте Rendezvous. Это интернет-магазин с парфюмерией и косметикой. Я их очень люблю, постоянно заказываю туда что-то новенькое. И, конечно же, потом делюсь с вами видео. И, разумеется, у меня для вас есть промокод 10колосово, который дает вам скидку на покупку от 2500 рублей. Все подробности я оставлю в описании, как и ссылки на парфюмы. Если у вас еще нет новогоднего настроения, хотя уже должно быть после моих новогодних влогмасов, то обязательно заказывайте себе либо Winter Palace, либо Jo Malone, либо Hermes, и у вас будет, обещаю, у вас появится классное настроение, потому что они невероятно красиво дополняют праздничную атмосферу и дарят ее, если у вас ее еще нет. Ну а если и после ароматов новогодних у вас не появится новогоднее настроение, то пришло время, наконец-то, вам рассказать про свой новогодний розыгрыш. Та-дам! Друзья, конечно же, я не могла вас оставить без ежегодного розыгрыша подарков. С каждым годом подарок становится все больше и больше. Третий год подряд разыгрываю для вас новогодние подарки. В один год это был набор Fenty Beauty, между прочим, с черным лайнером для глаз и красной помадой. В прошлом году я дарила красивый шоппер Санкт-Петербург из подписных изданий. И также набор Airborian и что-то были какие-то еще маленькие подарки. И в этот раз у меня для вас вот такая вот коробка новогодняя. На ней еще будет красивый бант, когда я все это для вас запакую и буду отправлять. Ну а пока что покажу содержимое подарка. Давайте смотреть, что я для вас подготовила. Покажу вам, как выглядит наполнение коробки. Надеюсь, ничего не вывалится из нее. И давайте пройдемся по порядку. Во-первых, в этом влоге я для вас... Вы видели, что купила печеньки Oreo. Они вот такие вот необычные. Очень интересные, так как здесь вот два вкуса одновременно. Это персик и виноград. Вот, мне показалось просто приятное дополнение к подарку. Кому могут не понравиться печеньки, если вы их не едите, можете подарить своим детям, своему мужу, своей подруге. Решила вас порадовать и приобрела вот такой забавный и милый подарочек. Это первое, что вы получите. Молоко для ванны. Да, молоко для ванны. У этого подарка есть небольшая предыстория. И расскажу вам, почему я вообще выбрала именно молоко для ванны. Так получилось, что я никогда в жизни не понимала вот этот ритуал. С горячей ванной набрать в ванную, полежать, там, не знаю, выпить вина, почитать книгу. То есть это почему-то для меня было чуждо. Хотя, посмотрите, я обожаю уют. Я обожаю все домашние ритуалы, которые только можно придумать. И почему-то именно ванная обошла меня стороной, хотя у нас, Саши, в квартире есть ванная. В детстве я принимала ванну, но это было больше for fun, потому что тогда были очень популярные бомбочки из Lush. Это была целая просто эстетика отдельная. Тогда существовал Tumblr. Тогда все выкладывали фотографии этих бомбочек. И это было больше для эстетики, для красоты. Мне просто нравилось само действие, то есть положить эту красивую штучку в ванну, она все шипит. Там какие-то штучки выплывают, куча блесток, цвета. Это было больше как бы развлечения, посмотреть, как плавает шипучка, и потом 5 минут посидеть и выйти. Но я никогда не понимала ритуала прийти после тяжелого дня и полежать в горячей ванной отдохнуть. И в один момент у меня был какой-то очень скверный день. У меня было ужасное настроение. И Саша просто пошел и сделал мне горячую ванную. Он насыпал мне лабораторию. У меня была лавандовая соль для ванны, которую я покупала год назад летом. И она у меня стояла без дела, я ее даже не открывала ни разу. И он, короче, такой, давай ты сходишь, плюшешь в ванну. Я такая, да нет, да зачем? И, в общем, он меня уговорил. Я легла в эту ванну, она такая горячая. Я как расслабилась, мне так понравилось. Я лежала в темноте, в свечах. И я вышла оттуда просто обновленная. И я поняла, боже мой, как много я упустила в этой жизни, почему я так раньше не делала. И, в общем, с того момента я постоянно где-то раз в неделю или раз в две недели набираю в ванну и прошу Сашу набрать. Я начала уже присматриваться к различным солям для ванны, к пенам для ванны. И попробовала уже несколько баночек лабораториям. И мне очень понравились. Единственное, что я еще не попробовала, но уже купила вам. Следующее я такое возьму себе. Это молоко для ванны, сосна и мандарин. Мне кажется, это идеальный подарок на Новый год. Потому что, если у вас есть ванная, то вы, во-первых, прочувствуете то, о чем я сейчас говорю. Во-вторых, насладитесь новогодним ароматом мандарины и сосны. А вы знаете, что я обожаю аромат сосны. Вот, и также мне нравится, что это молочко. Это очень интересный продукт. Еще написано, что это цветное молочко. Я пока просто не покупаю, потому что у меня еще есть банки, но мне безумно хочется попробовать. И я купила ее для вас. Следующий подарок, чтобы вам было просто приятно и было чем заняться на новогодних праздниках. Небольшой набор масочек. Они также будут ждать вас в этом наборе. Это, знаете, такой набор январский. Просто все, что вам может понадобиться на январских праздниках. Следующий подарок максимально олицетворяет меня. Это кое-что из моих любимых кондитерских счастья. Это, конечно же, шоколадная сфера для какао. Там внутри шоколадный шар из невероятно вкусного темного шоколада. Также какао и маршмеллоу. Это все нужно залить горячим молоком. Инструкция на дне. И просто насладиться невероятно вкусным напитком. Я уже пробовала, мне очень-очень понравилось. Кстати, зацените упаковку. Безумно красивая коробочка. Я очень надеюсь, что надоедет до вас в целости и в сохранности. И последнее, что я вам подарю, мне кажется, это тоже очень классная вещь. Это масло для губ от бренда Clorance. Я, если честно, такое очень давно себе хочу. И почему-то еще не купила, пока покупаю другие продукты. Но решила вас порадовать. Я взяла для вас, с вашего позволения, открою. Оттенок 03. Как мне кажется, это самый универсальный оттенок, который подойдет всем. Это красный оттенок. У нас все-таки Новый год. Это масло для губ со вкусом и ароматом вишни. Всегда и всем пригодится. Сделайте себе ванную. Полежите в ней. Потом налете себе горячий шоколад. Нацепите масочку. Будете лежать в масочке, пить горячий шоколад. Прикусывать все печенькой. И потом накрасьте губы красивым маслом от Clorance. Я надеюсь, вам понравился подарок. В этом году я очень старалась, выбирала. Тебе рассказываю самое главное, что нужно сделать, чтобы выиграть эту коробку с новогодним подарком. Во-первых, нужно обязательно быть подписанным на этот канал. И в этот раз я решила провести конкурс в Телеграме. Поэтому заходите в описание, находите ссылку на мой Телеграм-канал. Переходите, подписывайтесь. И по ссылке вы найдете пост, где нужно просто нажать участвовать. И через неделю этот бот сам выберет победителя. То есть вам ничего делать не нужно. Просто быть подписанными на мой Телеграм-канал и следить за обновлениями. И нажать на кнопку участвовать. Ну и, конечно же, подписаться на мой Ютуб-канал. Если что, подробности конкурса я оставлю для вас в описании. Так что можете еще раз там все прочитать, посмотреть. Друзья, этот влог подходит к концу. Я надеюсь, что он вам понравился. Я поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю вам всего самого прекрасного. Если честно, не могу поверить, что Новый Год уже практически наступил. Как-то очень быстро прилетело время. Вам не хочу пожелать отличных праздников новогодних. Не могу поверить, что это говорю. Но увидимся с вами в следующем году. Поздравляю еще раз всех с наступающим Новым Годом. И до скорых встреч в новом видео. Субтитры подогнал «Симон»